Прямой эфир Прямой эфир Прямой эфир Прямой эфир Считаете ли вы это эффективной мерой Против распространения коронавируса Можете делиться своим мнением по телефону 200-00-65, ждем ваших звонков Также можете написать в вайбере или ватсап По телефону 8-933-320-7545 Или комментировать Запись в нашей группе в соцсети Вконтакте, она закреплена уже наверху Кроме того, мы сегодня голосуем Всеми телезрителями, присоединяйтесь к голосованию Мы выясняем, а у вас будет Новогодний праздник, новогодний корпоратив И варианты ответа Звоните 8-800-350-57-82 Если да, вы будете проводить корпоратив Найдете какой-то вариант это сделать Или 8-800-350-57-83 Нет, не будете, потому что это запрещено Вы законопослушный гражданин Хочется, чтобы таких, наверное, было больше Но все равно мы понимаем Нет, подожди, можно онлайн провести Можно онлайн провести Таких больше сейчас стало намного В прошлом году еще никто не знал, что так можно А сейчас действительно это есть Но давайте, пока вы звоните, вы голосуете Дадим вам немного времени Прямо сейчас можно набрать наш телефон 200-00-65 Ну а мы немножко подробнее расскажем Про нашу зависть к соседям О том, что же там произошло Так вот, губернатор Новосибирской области Зовут его Андрей Травников Он на оперативном штабе официально заявил Что власти не намерены отказываться От проведения праздничных мероприятий Это окончательное решение Правда, он все-таки добавил Что все события праздничные Должны проходить со строгим соблюдением Санитарных норм Странно, конечно, это себе как-то представить Новогодние корпоративы они не отменяют Но требуют, чтобы все гости весь праздник Соблюдали дистанцию, были в масках А в ресторанах была еще и специальная Расстановка столиков подальше друг от друга Ну а число участников такой вечеринки Должно зависеть все-таки от размеров банкетного зала И то же самое касается даже детских утренников Есть уже шутки, что у Деда Мороза Должна быть в бороду вшита маска Защитная на таких корпоративах Вот, кстати, есть цитата С сайта правительства Новосибирской области Я ее зачитаю Организациям будет рекомендовано отказаться от проведения Игровых, анимационных мероприятий в холлах и залах Организовать новогодние утренники только в формате представлений С соблюдением всех ограничительных мер, которые рекомендованы Театральным культурным учреждениям Так количество посетителей не должно превышать 50% от общей вместимости зрительных и концертных залов Театров других культурных учреждений То есть, получается, полгруппы идет на утренник Полгруппы не идет на утренник Да, та еще справедливость Но очень по российским реалиям все это идет Давай обсудим это с человеком, который прямо сейчас находится в Новосибирске Который знает всю политическую обстановку в том числе А есть такое подозрение, что все эти меры В том числе и новосибирские решения Это не только эпидемиологические решения Но и политические прежде всего Так это или нет? Алексей Мазур ответит нам на этот вопрос Политолог, здравствуйте Здравствуйте Алексей, вот скажите, есть такая гипотеза Что это зарабатывание политических очков На такой доброй мере, мол, подарить праздник Так ли это или нет? Как вы считаете? Как вы оцениваете? Ну, в существенной степени Ковидные и антиковидные меры Продиктованы политическими соображениями Вспоминаем, что у нас Мы начали справляться с ковидом в мае То есть помните, было объявлено Что все, мы победили Хотя число заболевших увеличилось тысячу раз То есть до этого сидели все по домам Всем было все страшно А потом сказали, а теперь все нормально И пошли гулять Что, очевидно, было связано с подготовкой К голосованию по Конституции О том тоже То есть правительство Ну и федеральный центр Осознали, что антиковидные меры Все эти карантины Очень раздражают население Поэтому губернаторам В Кипяе было поставлено Что, типа, справляйтесь с эпидемией Но экономику старайтесь не закрывать И, как в поговорке Ну, так сказать, разбитый лоб Некоторые упорствовали В нежелании что-либо закрывать И применять какие-либо меры До последнего До последнего имеется в виду До последнего незараженного Условно говоря Что, ну, в каком-то смысле Привлечения Но не сильное На мой взгляд Ну, по разным оценкам Регионы Сибири Да, и, собственно Практически все регионы России За освещение, может быть, столиц Пережили тотальную Ну, всплеск инфекции Ну, в октябре и в ноябре То есть Ну, судя по разным опросам Который вот на сайт МГС у нас провел Заражено от третьей Ну, так сказать, переболели От третьей до двух третей Ну, населения И сейчас идет спад Поэтому, ну, то есть Новосибирская область Всегда отличалась Таким ковид-диссидентством В каком-то смысле То есть у нас, например, в октябре Ну, точнее, в конце сентября Были разрешены Лекции Гастроли Семинары Какие-то там фестивали Без ограничения числа участников Хотя уже шел Рост заболеваемости И ковидарии уже заполнялись Так сказать, полтора раза Были больше заполнены Чем в начале сентября Вот буквально На несколько дней назад У нас прошел показ мод На котором все были без масок Губернатор сказал Что мы накажем организаторов Лишим премии Или части премии Но, конечно, это достаточно смешно смотрится То есть Желание показать ситуацию лучше, чем она есть Оно присутствует И, ну, вот Ну, то есть Одни регионы идут по пути Того, что Да, давайте будем сплошасать больше людей И пытаться вводить Равничительные меры Ну, вот Бурятия, тому пример, например Красноярский край По крайней мере Более-менее честно показывает статистику А в Новосибирской области Это смешно У нас госпитализируют В два раза больше людей Чем выявляют инфекции Ну, так сказать Выявляют официально Поэтому С одной стороны, конечно, это Ну, тоже Пример такой безалаберности То есть Давайте делать вид, что все хорошо Хотя все совсем нехорошо А с другой стороны Так как мы прошли пик заражений И так как существенно часть популяции Оказалась заражена Сейчас реально идет спад Ну, то есть Я смотрел, как это было в Дагестане Там была вспышка в апреле И потом был существенный спад Мы, по-видимому, проходим по той же кривой Что и была и в Дагестане Алексей, а как тогда можно объяснить Что Новосибирск идет На вот такой политический жест А Красноярск нет У нас глава региона тоже Можно так объективно сказать За последнее время Много имиджевых потерь понес Но, тем не менее Все равно на это мы не идем Мы в этом плане мудрее Или, наоборот, эти очки Можно было бы и заработать Понимаете, тут смотря В чем мерить мудрость Если в политическом выживании То я не знаю То есть, конечно Те, кто фальсифицируют нагло статистику И делают вид, что все хорошо Когда все плохо Они в нашей системе Оказываются более живучими Но если говорить о спасении людей Даже тогда, когда сами люди Не хотят спасаться То ваш губернатор поступает лучше Большое спасибо На связи был новосибирец Политолог Алексей Мазур Который объяснил Есть ли в решении Главы Новосибирской области Оставить новогодние праздники Не запрещать их Какой-то политический подтекст Кстати, для сравнения Коротко для зрителей В Новосибирске сегодня Выявлено, например, на 170 Случаев 173 В Красноярском крае 344, если я не ошибаюсь То есть, разница есть Достаточно серьезно Это официальные цифры А то, что происходит неофициально Как сказал уже эксперт в эфире Вряд ли совпадает Картинка Я предлагаю вам Прямо сейчас присоединяться К этому разговору Звонить 200-00-65 Через небольшую паузу Мы вернемся в эту студию И начнем общаться с вами Вы смотрите Прямой эфир Мы продолжаем обсуждение Новогодних корпоративов Которых не будет в Красноярске Но почему-то они будут в Новосибирске Это при том, что в нашем эфире Уже прозвучало заявление Человека из Новосибирска Который говорит о том Что реальная статистика У нас вполне может быть совсем похожая Хотя сейчас официальные цифры и отличаются Но это ничего не значит И мы проводим сегодня голосование Спрашиваем вас Будут ли у вас корпоративы Да, мы найдем вариант провести корпоратив Либо нет Все-таки это запрещено Какие у нас результаты сейчас? Предварительные итоги Да, 31% То есть все-таки треть красноярцев Как-то попадут на корпоратив Как-то его проведут Нет, отказались от проведения корпоратива 69% красноярцев То есть мы законопослушные вполне себе Согласно статистике Ну вряд ли по доброй воле Знаешь, иногда нет, не будет Это все-таки решение руководства В том числе экономически обусловленное Вообще вся эта новость По поводу корпоративов Новосибирский, да, в Красноярский, нет Естественно, всколыхнула бурю обсуждения Среди самих ведущих Потому что это же их хлеб Это же новогодний чёс Это же надо детей кормить чем-то Это ипотеки, дети Мало того, что это чёс Это заработок, на который люди рассчитывали Это их работа, за которую они должны были получить деньги Да, и многие из них сейчас находят варианты Онлайн-проведение или еще что-то Вот, например, один из ведущих, Павел Пузиков С которым я сегодня пообщался Он уехал в Москву Потому что в Москве он сможет провести Хотя бы две вечеринки Он об этом не рассказал От Красноярска нет Предлагаю послушать его мнение На этот счет, на нашу тему сегодняшнюю Как ведущий в Красноярске я теперь в декабрь не провожу никак У меня отменились абсолютно все мероприятия Потому что они были Самая минимальная 60 человек 80, 90 и больше 100 Соответственно, все рестораторы клиентам отказали в проведении праздника Никто не хочет ресторвать и проводить вне нарушения закона Поэтому в декабре у меня, как у ведущего, в Красноярске собедился полностью Но моя позиция по поводу того, что в Кемеровской области можно В Новосибирской области можно То, что наступаем нельзя Но честно напоминает Логики я в этом никаком не вижу Почему люди, которые работают по 8 часов в день И одни в неделю, находясь друг с другом В тесном контакте, в общении, в планерках Почему они это время вместе могут проводить А в декабре провести 5 часов вместе За каким-то там праздничным столом С ведущими, с диджеем, концертистами Которые все готовы, я разговаривал с коллегами Все готовы хоть каждый день делать справки В отрицательном анализе Надеюсь, что он так будет Но логики в этом решении я не вижу По-моему, как бы Не мероприятиями распространяется Это коронавирусная инфекция Самая главная мысль вот эта Я абсолютно согласна со спикером Дело не в том, что распространяется вирус Через вечеринки, не вечеринки Люди, которые хотят сейчас делать свою работу И проводить какие-то корпоративы Дело не в том, что они не понимают опасности Или еще что-то Он сказал, что артисты готовы сдавать все тесты И в масках выступать Все без проблем Дело в неравномерности и нелогичности действий Когда мы видим, что с автобусами ничего не делают Почему-то новые не выводят на линию А люди ездят в час пик Друг к другу носиками Прижавшись, там ни о какой социальной дистанции речи не идет Вот там-то дискотеки, да Да, почему при этом запрещается дискотека? Чем это опаснее? Вопрос не в том, опасен или не опасен корпоратив Это не обсуждается Вопрос только в том, почему это нельзя, а вот это можно Может быть, на этот вопрос Или, по крайней мере, мнение по этой теме Выскажет еще один красноярский ведущий событий Антон Коселев на связи Как слышно? Всем здравствуйте Вас слышно отлично, как слышно меня Прекрасно слышно И очень хочется услышать ваше мнение Может быть, вашу эмоцию Когда вы узнали, что в Новосибирске все будет хорошо А в Красноярске не будет хорошо Если честно, об этом узнал я только сегодня И зашел, конечно же, в интернет Посмотрел новость Она была по сравнению с нашей Именно по текстовым символам По символам, да Она была такой коротенькой и ясной Праздником быть в Новосибирске В Красноярске, к сожалению, сообщение было Намного длиннее Ну и очень грустно И с понедельника, конечно же Настроение было, грубо говоря, не очень Но сейчас все как-то стабилизируется И ищутся просто другие способы заработка Какие, например, что сейчас обсуждают в чатике ведущих Красноярских? О чем говорят? Какие находят выходы? В чатике ведущих много юмора и шуток И ничего дельного там, конечно же, подчеркнуть нельзя Здесь сугубо, я думаю, каждый специалист Который развивается в этом направлении Использует свои навыки Я, допустим, очень обрадовался тому Что в начале года я начал заниматься Видеопроизводством И сейчас какие-то плоды в этом направлении У меня появляются заказы в этом плане Я начинаю снимать, ну, не сказать, что фильмы Но какую-то рекламу и какие-то обзоры В ближайшем будущем ждите от Антона Киселева Ну а как вы себе объясняете такую логику властей? Она же какая-то есть, она вам понятна? К сожалению, нет Я вот, если честно, с понедельника, когда узнал про эту новость Коллеги, многие высказались в соцсетях Я как-то долго выжидал Обдумывал, что же, что же происходит Действительно, наверное, заболеваемость какая-то присутствует И какая-то есть И, конечно же, не хочется никого обижать И так вот сугубо, знаете, привлекать к себе внимание Мол, у нас нет работы Я думаю, что у многих работы нет Но непонятно, почему именно таким способом Мы вдруг всех вылечим Я думаю, что каждый человек уже должен осознавать Если вдруг он чувствует себя не очень И, как сказал Паша Пузиков И мы с ним общались тоже по этому поводу Все готовы проходить тесты Все готовы удостоверить и заказчиков, и коллег И я думаю, что даже многие там Именно руководители предприятий готовы идти на то Чтобы сделать всем сотрудникам, всем присутствующим людям Тест, чтобы они прошли тест Вот, но почему-то, почему-то вот у нас на высшем уровне Такие решения принимаются Мне, если честно, это необъяснимо Большое спасибо, Антон Киселев Ведущий красноярских событий Был на связи с нашей студией Мы сегодня, напомню, обсуждаем, что Новогодние корпоративы Разрешили в Новосибирской области Но запретили в Красноярском крае В чем разница? Присоединяйтесь, может быть, у вас есть ответ на этот вопрос Так или иначе, почему так? Почему люди, которые работают вместе Не могут провести время вне работы так же вместе Тот же самый коллектив Те же самые правила Но еще один человек приходит к ним ведущим Почему это запрещено, как вы думаете А супермаркет не запрещено А Черная пятница не запрещено Мы не к тому говорим, что надо запрещать и то, и это Мы пытаемся вместе с вами сегодня понять логику Если вы ее понимаете, звоните 200-00-65 Очень хочется услышать того человека Который действительно эту логику понимает И, может быть, как-то ее транслируют дальше Потому что сегодня мы от всех экспертов слышим одно Это непонятно 8-933-320-75-45 Это также номер телефона, куда вы можете писать И выражать ваше мнение, вашу эмоцию, если она есть И ваше понимание У тебя есть свое мнение на этот счет? Как ты это воспринимаешь, все происходящее? Я, как ведущий тоже некоторых событий Могу рассказать историю, когда мы согласовали на ноябрь Мероприятие с заказчиком Но у него среди сотрудников оказалось несколько человек С подтвержденным диагнозом коронавирус Еще до указов губернатора Мой заказчик, клиент, компания Они осознанно сами отказались от корпоратива Они сказали, мы не будем проводить его Потому что вот у нас выявили коронавирус То есть многие компании на самом деле даже не ждали указа губернатора Они уже решили заранее, что мы не будем проводить корпоратив Потому что незачем А на самом деле много таких Другие компании уходят в онлайн Ну то есть тут можно говорить о том, что красноярцы осознанные Им даже указы не нужны А зачем тогда этот указ? Ну зачем? Что он дает? Чему ко мне такой вопрос? Мне интересно твое понимание, как участника этого рынка Ну очевидно, собирать людей в одном месте Где они будут все дышать друг на друга, это опасно Ты про автобус? Больше похоже на автобус Сейчас про автобус, про супермаркет, про кафе и рестораны Которые открыты до 23.00 В Москве, я напомню, что корпоративы тоже, по-моему, будут проводить Но там ограничения, как Павел Пузиков рассказал Там ограничения до 50 человек и до 23.00 И, пожалуйста, корпоратив проводить в своей компании Почему-то в нашем регионе решили кардинально решить этот вопрос Просто нет и все Видимо, так проще было Чем проверки проводить, чем все это дело мониторить Лучше просто запретить и все Интересно, кстати, будет посмотреть Как будут облавы проходить на новогодний корпоратив Будут ли в костюмах Наверное, примерно так же, как сейчас проходят облавы на ночные заведения Ни для кого не секрет, что они работают не все, но массово В Красноярске также работают по ночам Заходят люди с черного входа И при этом все дальше происходит И здесь я тоже не понимаю, как осуждать организаторов всего Когда они тоже не понимают, почему они должны вдруг отказаться от работы Ну, видимо, дальше ипотеки, еды и всего, что вытекает из работы Напомню, мы сегодня у вас спрашиваем Как вы относитесь к запрету корпоративов Будете ли вы проводить его внутри своей компании Или еще какие-то варианты Вот несколько сообщений из соцсетей Зачитаем прямо сейчас Дмитрий пишет, что мы найдем вариант Как провести корпоратив А все остальные со своими запретами Пускай идут Как сказал Дмитрий Виталий, я одинокий волк У меня при любом раскладе не было бы корпоратива Игорь пишет, какое такое событие произошло 2020 лет назад Чтобы это отмечать Какой-то философский ударился Андрей пишет, а я буду один гулять, я ипшник Вот так вот соблюдает закон, получается Только не снимайте ресторан В ресторане вам одному нельзя гулять Закон такой, указ губернатора Вот пишет, кстати, Владимир, интересную мысль В этом году посуточные коттеджи пользуются спросом Уже все позанимали на месяц вперед Я готовил материал для новостей На прошлой неделе, по-моему И там действительно уже больше половины коттеджей забронированы И кто там будет, компании, гулять, организации Или свадьбы будут, тоже никто не проверит Такой глобальный самообман Мы запретили, но вот так, так получилось Да Ольга пишет, а в моем окружении все переболели Поэтому все запреты уже параллельны На что и Александр спрашивает А повторно заболеть нельзя, что ли? Можно Можно, и даже тяжелее, чем в первый раз Тяжелее, но с меньшей вероятностью, если я не ошибаюсь С меньшей вероятностью, но вероятность, она есть все равно И когда ты уже заболел, тебе, наверное, все равно Маленькая была эта вероятность или большая Да Так или иначе Мы призываем вас присоединяться к этому разговору Вместе с нами, искать некую логику в происходящем И мне хочется даже некую справедливость поискать во всем, что происходит Наш телефон не меняется 200-065 Надеемся, вы уже привыкли к этому номеру в том числе И поможете нам ответить на главный вопрос Почему Новосибирску можно, а нам нельзя? Ну или хотя бы расскажите, как корпоратив у вас пройдет или не пройдет в этом году Может быть, вы действительно придумали какой-то оригинальный вариант Подскажите его другим Присоединяйтесь Еще нужно рассказать про интересное видео, которое на этих выходных завирусилось в интернете Это про Басту? Да, про репер Баста Устроил концерт Как в поддержку? Как он официально? Я не помню, в поддержку как это официально Я помню эти кадры, где огромный стадион Огромное количество людей Кто-то в сторис выкладывал и писал, что там десятки тысяч Это все так масштабно И все вот эти песни, таков закон сансары Они как-то очень особенно звучали в такой обстановке Но это Санкт-Петербург, это наши дни И это можно Это официально разрешено Но, тем не менее, там вопросы появились у людей Которые наблюдали такую картинку и немножко не поняли И потом пришлось даже комментировать так или иначе это властям Чтобы объяснить, почему в Ледовом дворце такое возможно Так вот, петербургский концерт Баста, где были тысячи посетителей Прошел без нарушений Это официальное заявление замгендиректора по правовым вопросам Как раз концертной площадки, где все это было А давай послушаем просто немного концерт Баста во время пандемии Завидуем Там дальше были такие строчки Ой, мамой, когда меня не станет Да, вот как раз все эти люди поют В Ледовом дворце потом заявили, что этот концерт Басты с тысячами посетителей Прошел без нарушений Это цитата, об этом рассказал замгендиректора Георгий Николов Николов заявил, что видео не четко все отображает На выступлении был выстроен портер А заполняемость была не более 50% Все по нормам Роспотребнадзора Николов также сказал, что в заявке, поданной в комитет по культуре Была указана цифра в 6 тысяч зрителей Ну, кто-то пожаловался На самом деле он сказал, что портер вмещал 1176 человек Вот, собственно, полгода продавали билеты на танцпол И портер не позволил всех разместить Поэтому размещали в секторах Вот так вот, в общем, оправдались И в комитете по культуре заявили, что нарушений при проведении этого мероприятия Не выявили Это об избирательности все-таки И о том, что кому-то можно, кому-то нельзя И о справедливости, да, о том, как это все происходит прямо сейчас Звоните в программу «Прямой эфир» 202-0-65 Делитесь вашими впечатлениями Как вам кажется сейчас? Нужны нам корпоративы? Или все-таки от этого уходите? И не важно, кто потеряет работу И какой будет экономический ущерб Что вы думаете? Звоните, а мы прорвемся на небольшую рекламу Это «Прямой эфир» И мы продолжаем искать ответ на вопрос Почему Новосибирску можно? Почему Красноярску нельзя? И все это про новогодние корпоративы Которые у нас официально запрещены А в соседнем регионе теперь официально разрешены Что происходит? Зачем нужны именно такие меры? И почему не предпринимаются другие ограничительные меры? Все эти вопросы мы сегодня задаем в том числе зрителям Которые звонят в «Прямой эфир» по телефону 200-00-65 Вы пока можете звонить, а мы пообщаемся с одной с телезрительницей, которая уже успела дозвониться Здравствуйте Здравствуйте Как вас зовут? Меня зовут Анна Анна, у вас корпоратив будет на работе в этом году? Нет, у нас корпоратива не будет Это решение руководства И я его полностью поддерживаю Объясню почему Логика, я считаю, очень простая Этого решения не только в нашей компании, а вообще по краю Дело в том, что мы не можем отменить толпу в автобусах или очереди в продуктовых магазинах Но мы можем от чего-то воздержаться, чтобы хоть как-то снизить распространение вот этой вот инфекции Мы можем без чего-то обойтись Пусть это будут увеселительные вот эти вот мероприятия Если есть хоть малейший шанс там заразиться, то мы готовы не идти Анна, а как вы считаете, это должно быть обязательно вот таким указом сверху вам запрещено Или достаточно сознательности таких компаний, как у вас? Ну, я так думаю, что, к сожалению, наш народ можно только вот как-то регулировать именно указами сверху Потому что иначе мы сами видим, что везде творится Маски не носятся, нигде ничего не соблюдается А в какой сфере вы работаете, если не секрет? Это крупная корпорация Но это не краевая администрация? Нет Знаете, Анна, я вот, вы говорите, а я думаю, все над первой частью вашего высказывания Что мы не можем повлиять на автобусы или на очереди в супермаркетах Мы с вами, да, но ведь на государственном уровне это решается легко И сейчас то же самое, что переживаем мы, переживает весь мир И есть огромное количество стран, где смогли справиться и с автобусами, и с супермаркетами И где нет такой ситуации, и массовое скопление людей невозможно Почему мы так не можем? Вот это вот уже другой вопрос, почему мы не можем К сожалению, я не могу на него ответить Но то, что в наших силах выполнить и то, от чего мы можем отказаться Я считаю, что нужно придерживаться этого Как в таком случае поддерживать тот сегмент, который прежде всего страдает? Это же не только ведущие, это организаторы, это звукорежиссеры, инженеры, рестораны Огромное число людей, для которых это доход, заработок, еда Что здесь можно посоветовать? Ну, так уж случилось Я не знаю, может быть, стоит искать какие-то другие пути заработка Может быть, как вот объединяются все наши рестораторы, все наши актеры Чтобы там какие-то дотации получать и все прочее Да, я согласна Государство как-то должно поддерживать такие отрасли Но там агитировать где-то за то, чтобы проводить эти корпоративы Но я не поддерживаю такого, конечно Ну, наконец, вот так эмоционально хочется от вас услышать ответ Все-таки, когда вам сказали, что на вашей работе корпоративы не будет Ну, чуть-чуть-то вы расстроились? Если честно Если честно Да, вы знаете, год такой, что тут уже еще и корпоративы, если не будет, только выдохнули Потому что, ну, все, нигде не появляется Нигде ничего, скопление людей никаких Большое спасибо за вашу осознанную, сознательную позицию И вообще, кстати, интересный момент, что у многих, если честно, не до корпоратива Конечно Потому что, знаю, что ведущие обзванивают, такие, давайте организовать что-то Многие компании говорят, да чего-то как-то нет Да для меня это, знаешь, вообще это не тема про то, нужны корпоративы сейчас или нет Для меня это больше история про то, как власть пытается нас здесь либо поддержать, либо не поддержать И про то, действительно, эти меры для того, чтобы людям стало лучше Или это политическое решение Для меня вот только этот разговор И людей, в том числе и участников этой отрасли, этого бизнеса, мне кажется, озадачило именно это Не то, что им запретили, а то, что всем остальным можно, а им нельзя Это же чувство несправедливости Я вспоминаю весну этого года, когда закрыли все магазины И все были тотально закрыты А потом раз и по одному начали открываться магазины известных фирм Салоны парикмахерские первые Парикмахерские до этого Но понимаешь, когда один магазин одежды закрыт, а другой магазин одежды открылся Потому что вдруг получил звание магазина федерального значения А им можно И почему-то ему можно, хотя одежда там и там одинаковая Вот эта несправедливость, она сидит сейчас во многих И речь только об этом Не о том, нужны корпоративы или не нужны Понятно, сейчас мы все стараемся сидеть дома Если бы была возможность этих корпоративов, их не было бы столько, сколько в прошлом году Это все было бы Но вопрос, почему люди-то пострадали? Согласен абсолютно У нас есть еще и голосование, которое мы сегодня в течение прямого эфира запускали Мы спрашивали у вас, а пройдет ли новогодний вечер, новогодний праздник в вашей компании И 30% сказали, что да, 70% сказали, что нет А знаешь, в чем главная фишка? Что вот эти 30%, у которых будет корпоратив, за ними теперь никто не проследит И у нас не будет, как в Новосибирске, вот этого подконтрольного масочный режим Дистанция на корпоративе, все остальное Вот там будет с Садом и Камором Раз уж они нарушают, значит можно хулиганить по полной Они вряд ли будут там в масках нарушать Да, я напомню, что в Красноярске уже больше 50% коттеджей забронированы Уже практически не найти сейчас местечко, где можно собраться компаний И они не просто закрыты, они не отказывают в аренде, они сдают ее Сейчас, надеюсь, никого не подставил Да, будем надеяться, что все-таки люди будут проявлять сознательность И даже при тех возможностях, которые у нас с вами пока остаются Вести себя подобающим образом И, возможно, своим хорошим поведением вот так демонстрировать власти Что нам не нужен запрет на все тотально Нам нужна помощь, нам нужна поддержка во всех сегментах бизнеса и, в принципе, жизни Да, и уж если коронавирус забрал у нас новогодние корпоративы, рестораны и кафе То, надеемся, что не заберет хотя бы новогоднее настроение Потому что, вот, зачитаю последний комментарий, точнее даже по памяти А у нас мы соберемся дома с советскими фильмами и с салатами У меня так каждый год, поэтому я не переживаю Вот уже появляется новогоднее настроение Таков закон сансары, да, в конце должны были мы сказать Но будем надеяться, все-таки я каждый эфир пытаюсь закончить именно этим Будем надеяться, что мы будем видеть логику происходящего Да, нужны запреты, да, нужны ограничения Да, нужно бороться с тем, что происходит Но нужно делать это логично, чтобы это было понятно каждому из тех, кто звонит в эфир Из тех экспертов, которые к нам подключаются И нам с тобой тоже Загадаем это на Новый год, чтобы была логика в действиях властей, ну и всех Хорошее пожелание, хорошее завершение эфира Спасибо большое тебе, Сергей Григорьев, за этот эфир Но он подходит к концу, и мы с вами увидимся уже завтра Также в 21.00 будем принимать ваши звонки в прямом эфире И давать вам возможность высказаться на любые темы Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!